Конституция рождалась в Угаре, так заявил один из участников Академии Кран Михаил Шишин. Это он о главном документе 90-х годов, и потому ее нужно менять, и эти поправки могут быть не последними. Общество и сама политическая система уже готовы, а существующая Конституция не отвечает даже на самый главный вопрос, рассуждает один из представителей. В Конституции очень слабо отражено генеральное, ну так, не годится это слово, но в общем суть, что мы строим, какое государство. Социализация. На этот путь сейчас вступает наша Конституция, уверены в общественной палате. Горячее питание младшеклассников, финансовая помощь мамам первенца, но это еще не все, что требуется. По мнению участников, стоит пересмотреть налоговые статьи, обеспечить пенсию не ниже мрот и с индексацией. Более четко должен быть прописан механизм индексации пенсии работающим пенсионерам. Они сегодня работают в большинстве своем не потому, что у них много денег, а потому, что как раз пенсия достаточно маленькая. Как представитель учительского сообщества, я могу сказать, что учитель, который сегодня по новым правилам отрабатывает 28 лет, получает право на пенсию в 12 тысяч. Мы понимаем, что крупные административные центры, которые выполняют государственные полномочия, это, ну так в этой аудитории можно говорить, это, наверное, все-таки спорно к местному самоправлению. Да, уровень сельских поселений, это вопросы сходов, поэтому здесь будет дискуссия в этой области. Но я думаю, что здесь, конечно, посыл дан очень интересен для дальнейшего совершенствования законодательной базы. Интересно, рассуждают участники, будет и определение новых функций для местных властей. Эти дискуссии лишь намечаются. И, конечно, еще один важный вопрос, дадут ли статус реального представителя власти самой общественной палате. Резолюцию с предложениями участники направят в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Анастасия Драган, Алексей Фридиан, День с толком.